Дорогие друзья, приветствуем вас на нашей лекции парапланерной школы FlyDay. Меня зовут Алик. Меня зовут Саша. Ну, меня знают все как Ник-Ник. Сегодня мы расскажем вам, почему парапланерный спорт – это круто, красиво и безопасно. Что же все-таки такое параплан? Параплан – это сверхлегкий летательный аппарат, который был построен на базе планирующего парашюта. Несмотря на внешнее сходство, есть принципиальные отличия. Параплан летит горизонтально, а парашют – вертикально. А что же такое парапланеризм? Парапланеризм – это фан, драйв, свобода, кайф, мечта летать. Парапланеризм – это спортивно-развлекательный и приключенческий вид спорта и отдыха. Кайф и драйв. Кайф и драйв, хорошо. Современный человек, окутанный бетоном, городами из бетона и стекла, зачастую смотрит в небо и хочет почувствовать то первобытное чувство свободы. Параплан как раз дает нам возможность выйти из зоны комфорта, быть самими собой, познать себя через призму красоты природы, через призму общения друзей. Потому что надежность команды – это самое важное. А когда ты занимаешься таким видом спорта, красивым, ярким, эмоциональным, очень важно, чтобы с тобой были рядом единомышленники, которые смогут тебя поддержать в любую ситуацию, разделить с тобой радость, разделить с тобой какие-то неудачи и помогать тебе развиваться в этом прекраснейшем виде спорта. Сразу познакомим зрителей с нашим девизом. Да. Деньги бумажки, парапланы тряпки. Главное – комьюнити. Команда решает все. Команда – это все. Какие же виды параглайдинга есть на сегодняшний момент? Ну, парапланы тряпки существуют уже больше 30 лет, и за это время возникло несколько спортивных дисциплин, по которым проводят соревнования. И это не просто полет, а полет на дальность, полет на точность, акробатика, спид-глайдинг, хайк-н-флай и тандемы. Давай, наверное, пройдемся отдельно по дисциплинам. Расскажи нам немного про кросс-кантри, маршрутные полеты. Что это такое? Безусловно, самый важный вид парапланиризма – это кросс-кантри, маршрутные полеты. Люди всегда, во все времена, мечтали летать далеко, высоко, как птицы, смотреть на землю с высоты птичьего полета. И кросс-кантри как раз – это та самая дисциплина, которая позволяет это сделать. Может быть, вы знаете, что большие птицы не умеют взлетать самостоятельно. То есть вот так вот махать крылышками могут только мелкие птицы, такие как вороны, голуби, воробьи. А крупные птицы, такие как грифы, орлы, они не могут взлететь просто так при помощи смаха крыла. Ведь я, когда летал с такими большими птицами, размах крыльев достигает у них 3 метра и даже больше. Они тяжелые, и их мускульной массы недостаточно, чтобы взлететь. Поэтому для того, чтобы взлететь, они вынуждены подниматься на горку и с нее стартовать, так же, как это делаем мы, парапланиристы. Затем они находят воздушные потоки восходящие, динамические, термические потоки, крутят в них, набирают высоту и планируют дальше. Собственно, вот кросс-кантри – это тот самый вид спорта, которым занимаются орлы. Получается, мы недалеко от них ушли. Да, они, конечно, это делают для своей жизнедеятельности. Они ищут там добычу какую-то, грифы там смотрят, где там валяется какая-нибудь еда, едулечка. Но многие птицы летают и для фана. И я многократно летал с орлами и с грифами в Гималах. И это ни с чем не сравнимое удовольствие. Должен сказать, что современные парапланиристы летают не хуже, чем большие птицы. Вот я неоднократно замечал, что особенно молодые, неопытные орлы, они летают даже хуже, чем я. Старые пучицы. Умудряются даже спать в воздухе. Однажды я подлетаю к такому орлу, ну, точнее, это был гималайский гриф. И смотрю, он свою голову так вот втянул в плечи и глаза закрыл. То есть вот он летит и спит в воздухе. Вот тут там из турбулентности крыло мое зашуршало. Вот он открыл глаз, посмотрел на меня. Мне стало немножко не по себе, потому что это вот отсюда, вот от этого дивана вот до туда. Буквально такие игровые. Да, и я наблюдал, как они взлетают. То есть я однажды набрел на стоя грифов, ну, в прогулках, в горах. Вот, они меня испугались, вот, но они не смогли взлететь. То есть они вот так вот в перевалочках, как индюки такие, раз-раз-раз поднялись на горку. И только оттуда уже стартовали. Представляете? Так, ладно, в кросс-кантре более-менее ясно. Расскажи нам про такой вид, как акробатика или как парапланилиста он называет акро. Да, значит, в зависимости от характера, каждый пилот-спортсмен выбирает то, что ему более по душе. Вот. Я предпочитаю кросс-канты, как я уже рассказывал. Я могу лететь сто километров там и больше, вот, часами оставаться в воздухе, слетать к той горе, к этой горе. А ты засыпал в воздухе? Бывало, да. Однажды, да, был такой случай, когда я прилетел на соревнование, это был чемпионат России в Курае, это Алтай, вот, и не прошел климатизацию, и погода была мощная, я набирал высоту больше четырех километров, до пяти. Вот, и первый мой полет длился там часа три, наверное, и когда я возвращался на базу, в лагерь, прилетев в небольшой маршрут, вот, из-за недостатка, видимо, кислорода, я поймал себя на мысли о том, что я просто сплю в воздухе, вот, он, конечно, перепугался, адреналин, вот, и проснулся. В этот момент на большой высоте потоки достаточно мощные и резкие могут быть, и крыло может сложиться, поэтому крыло нужно контролировать, вот, отлавливать турбулентность, вот, но если заснешь, то это может кончиться не очень, не очень хорошо, вот, особенно в диких горах. Возвращаемся к акробатике. Акробатика. Есть пилоты, которые, вот, как, они больше на адреналине, им нравятся, вот, яркие, захватывающие переживания, вот, они занимаются пилотированием, вот, и современные акробаты вытворяют в воздухе прям какой-то, какой-то высший пилотаж, то есть, инфинити, тамблинг, лопы разнообразные, это очень зрелищно. Вот такой полет занимает совсем немного времени, там, они разменивают километр, там, буквально за пять минут. Тут на экране появится ставочка, или уже была, там вы увидите отрезок соревнований международных соревнований по акробатированию, и посмотрите, как это красиво выглядит. Инфинити – это фактически мертвая петля. Там, инфинити, тамблинг, да, то есть он как на скакалке через крыло свое, так, прыгает, смотрится просто улет, вот, и акробатика, конечно, это самый зрелищный вид спорта. Если пилот Cross Country куда-то улетел, там, куда-то за 100 километров, и его не видно, да, не слышно, что он там делает, вот, то акробатика набирает, там, сотни тысяч зрителей. Разводятся такие мощные фестивали, как, допустим, Кубок Экара во Франции, вот, и они собирают очень много зрителей, да. Есть еще соревнования «Посадка на точность», расскажи поподробнее про них. Используется эта дисциплина обычными пилотами, если да, то для чего? Да, значит, посадка на точность важна, особенно в какой-то пересеченной местности нужно уметь зайти на посадку, сесть на маленькую поляночку среди деревьев, там, или еще что-то, вот. Но это, фактически, это техническое упражнение, то есть каждый парапланилист и акробат, тот, кто занимается Cross Country, тем более тот, кто катает, там, пассажиров в тандеме, он обязан очень аккуратно и точно садиться, вот. И это постепенно разделалось в такой дисциплине, как «Посадка на точность». Они приземляются в круг диаметром 10 метров, и там, в зависимости от того, насколько точно он сел, ему начисляются баллы. Чем меньше баллов, тем меньше. Частично эта дисциплина еще с парашютного спорта пришла? Да, это, конечно, это, я вообще называю это парашютизм, то есть парашютист даст фору про планилисту в этой дисциплине, то есть парашютист садится на сантиметры. Если говорить про соревнования, то там важно сесть в круг и максимально приблизиться к центру. Если говорить про нас, про обычных пилотов, которые летают в горах, летают на равнине, то нам, в целом, достаточно, там, садиться в квадрат, там, 20 на 20, 10 на 10 метров. Не обязательно быть сверхточным. А теперь поговорим, наверное, про одну, тут, не побоюсь даже слова, экстремальной дисциплины. Выглядит она очень эффектно даже на видео на ютубчике. Это спидглайдинг. Да, спидглайдинг, это захватывающий вид спорта. Собственно, его называют еще proximity, то есть параплан для, как я уже говорил, что для каждой своей дисциплины параплан немножко отличается. Для cross-country это летучие, большие, скоростные аппараты, для акробатики это очень прочные и клевучие, легкоуправляемые аппараты. То для спидглайдинга это, как правило, параплан маленькой площади с невысоким аризонимическим качеством, но который позволяет лететь очень быстро вдоль рельефа, снижаясь. И вот эти пилоты, которые занимаются спидглайдингом, они ловят свой адреналин, свой кайф от того, что летят очень быстро, очень низко. И по ущельям, прилетая на скал, на скалам. Это немножко ближе к бейсджампингу, когда человек в костюме крыло летит вдоль рельефа. И спидглайдинг это нечто вроде, да, того. Захватывающий вид. Тут тоже будет видосик. Но нужно быть очень аккуратным, да. Близко к рельефу все происходит. Хорошо, а вот что может завлечь наших друзей-туристов, альпинистов, любителей гор? Какая дисциплина может завлечь? О, это наша любимая дисциплина. Хайк и флай. Собственно, парапланиризм и родился среди альпинистов, которые любят подниматься в гору, но не очень любят спускаться вниз. Там большая нагрузка на колени. И когда достигаешь вершины, уже ты выполнил свою задачу. Хочется быстрее спуститься в лагерь. Для этого они начали использовать планирующие парашюты. Но для этого тоже используются специальные крылья, облегченные. Мой комплект весит чуть более 3 килограмм. А вот за нашей спиной парапланчик сколько весит? Да, вот, кстати, да, этот... Около 3 килограмм, ну, меньше 3 килограмм. Полный комплект. Это крыло весит 2200. Полный комплект, крыло, подвеска сбоку. Покаешь, Олег? Да. Вот подвесная система. В ней парапланиризм находится как в кресле, ему комфортно. Здесь вот карабинчиком подцепляется то, что это крыло, которое находится сзади нас. И комплект, подвесная система, крыло и спасательный парашют. В параплане обязательно используют спасательный парашют на всякий случай. Его не часто применяют, надо летать в подходящую погоду. Мы об этом еще поговорим чуть позже. Весит этот комплект, весит 6 килограмм. Представляете? То есть вы несете с собой летательный аппарат весом 6 килограмм. Вы можете улететь, пролететь небольшой маршрутик, сесть в красивой деревушке внизу в долине и скушать какую-нибудь вкусную пасту в ресторанчике с бокалом белого вина, например. Мой личный комплект весит даже меньше. То есть мое крыло, запаска и подвеска весят 3 килограмма. Да, надо сказать, что про оборудование можно говорить очень долго. Различные классы есть для своих целей. Если совсем чуть-чуть вкратце, там вот даже про тот же HikingFly, то вот эта подвеска оборудована протектором. То есть если вы там, получилось так, что сели на попу, то скорее всего ничего страшного не произойдет. Но от очень многих условий это зависит. То есть подвески суперлегкие, которые обычно используются для ski-touring and fly. Это то же самое, как HikingFly, только мы идем на лыжах, а улетаем на параплане. Ски-туристы знают, поймут. Там нету протектора и подвеска весит сколько? 300 грамм, да, она весит? Даже 200. То есть это вообще, представляете, в карман можно убрать. Друзья, получается, что у тебя летательный аппарат в рюзачке до 10 килограммов. Берешь билеты на самолет и... С ручной кладью. С ручной кладью, да. Да, с собой. И наша планета – это летное место. Ты летишь в любой конец нашей планеты. Прекраснейшая места. Путешествие с парапланом гораздо лучше, да. То есть ты, когда путешествуешь с парапланом, ты видишь землю не только в 2D на плоскости, но и в 3D. Как все видят, а мы видим чуть больше. А сверху? В трехмерном пространстве. Красивее. Все-сирийский турист у вас, на самом деле, добавляется, только вы едете с обычным вашим чехлом и везете с собой еще рюкзачок весом меньше 10 килограмм в ручной кладе. Да, 2 килограмма. Потрясающая возможность. Можно и 2 килограмма, да, облегчить. Это прекрасная возможность. На самом деле так летает меньшее количество людей. Ну, ходят, куда-то ездят, летают такие соревновательные дисциплины. Большинство людей все-таки, наверное, летают, ну, так называемых, полетового выходного дня. Ты знаешь, вот, если мы говорим о High Can Fly, то самое популярное соревнование в мире, Red Bull X Alps, это как раз это самая дисциплина. Когда пилоты либо бегом, либо пешком, либо на параплане проходят через все Альпы, расстояние 1200 километров, вот, это гонка, вот, и каждый пилот несет на себе параплан, он не имеет права пользоваться никаким транспортом, и 1200 километров такой человек проходит там меньше, чем за неделю. Если вы плохо летаете, вы можете пробежать это 1200 километров, посоревноваться с ребятами тоже. Но, скорее всего, вы проиграете. Но попробовать можно. То есть они бегут, поднимаются на горы, дальше летят, потом снова бегут, снова летят. Это сложнейшая гонка в пропониризме. Да, в этом году, кстати, будет. Да, будем следить. Раз в два года будем болеть. Ну, все же, наверное, самая популярная дисциплина в России, да не только, это полеты выходного дня. Как проводят большинство своих летных дней обычные люди, которые... Это даже не спортивная дисциплина, это развлекательная, да. Полеты... Хобби. Флайф оф фан. Да. Да, для удовольствия. То есть мы выезжаем на ближайшую горочку, вот, где используем восходящие потоки динамические, такие волны воздушные, вот, и парим. Вот, потом вместе там можно чаю попить. Пообщаться. В Подмосковье тоже можно летать. Буквально 50-60 кеатров от Москвы, от МКАДа. Вы оказываетесь на небольших горочках, Клинско-Дмитровская гряда. Можно небольшие полетики свои первые совершить. И даже не первые регулярные тренировки. Можно осуществлять на маленьких горках в Подмосковье. Полет выходного дня. Это, наверное, самый интересный способ отдохнуть, отойти от рутины и быта. Да, по выходным. Да, приехать к единомышленникам. Единомышленникам, да, и отвлечься. Вместо горок можно использовать мотор, вот, это моторизированный старт, или лебедку. То есть мотор, как у Карлсла, пропеллер за спиной, то есть над головой параплан, за спиной мотор, и мотористы летают, там, тоже у них своя тусовка, вот, или лебедку. Это такой длинный шнур, за который затягивает, как большой воздушный змей, параплан. Вот, можно отцепиться и лететь, тот же самый маршрутный полет. Да. Самые популярные полеты в Подмосковье. Да, а еще можно поделиться радостью полета со своими друзьями, близкими, прокатить их в тандеме. Да. Такой же параплан, пить по большей площади, рассчитанный на двух человек. Вот, можно покатать своих друзей. Это тандемные полеты. Очень популярный вид. Да, тандемы классная штука. Можно, на самом деле, отдыхать с семьей. Если у вас, допустим, есть дети, вы с женой летаете, а дети не летают, можно подняться с ними в горку. Есть хакинг-флай, облегченные комплекты тандемные. Можно выкатать всю семью, можно прокатить своего друга. А можно зарабатывать на этом деньги. Да. В курортных местах, кстати, популярных на горнолыжных курортах, это такой вид активности. Можно заказать полет, и тебя прокатят на лыжах или без. Аттракцион. Аттракцион, да. Да, вместо карусели полетать. Это развито в Донбайе, при Эльбрусье, в Архизе и в других местах на Кавказе. А что для тех, кто любит повозиться с техникой, залить бензин, перебрать двигатель? Мотористы или моторщики, как их называют. Да, ты не привязан к лебедке, ты не привязан к горке, часто ты не привязан к погоде. Если есть не сильный ветер, ты можешь завести свой мотор рядом с домом, с поля, взлететь, полетать часок-другой и приземлиться, собраться и пойти домой. Либо совершить большое путешествие. Вот мой друг Александр Богданов летал больше тысячи километров на такой моторе. Целое путешествие. А в этом году у нас ребята из Красноярска пролетели какой-то вообще гигантский рекордный маршрут через всю страну. Да, что-то. Я даже забыл. Так, с Калининграда до Владивостока был какой-то у нас. Это была заявка, я не помню. Нет, высок, они не долетели. Этот, как его, знаменитый путешественник Федор Конюхов, они... На трайке, да, полетели. Да, на трайке летели. Там такая телега трехколесная и большой параплан. Вот они летали на Северный полюс. Супер. Ну, вкратце мы познакомились практически со всеми дисциплинами в парапланиризме. Их можно дальше делить, разделять. На самом деле каждый человек с легкостью найдет то направление, которое больше ему интересно. В любом случае вы не начнете сразу с акра. Вы начнете как обычный нормальный здоровый пилот с наземной подготовки, со школы. И потихоньку поймете, что вам ближе. Расскажем про то, какой человек может стать парапланиристом. Поговорим про ограничения здоровья, про физическую форму и вообще про безопасность парапланиризма. А безопасен ли это спорт? Можно ли туда отдавать детей? Да и мне вообще стоит ли туда идти? У меня для вас хорошая новость. На самом деле в парапланиризме крайне мало ограничений по здоровью. Парапланиристом может дать почти любой. Мы сейчас кратко обсудим, чего стоит точно бояться и, наверное, пообщаться с врачом. Это различные нарушения в опорно-двигательном аппарате. В основном это какие-то хронические болезни. Повышенная хрупкость костей. Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Это тоже повод задуматься. Пообщаться с врачом. Врач вам всегда подскажет. Большинство врачей в обычных клиниках любят говорить, что вам нельзя делать ничего. Даже если у вас насморк, сходите в спортивный диспансер. Там врачи более компетентны в этих вопросах. Они вам подскажут. Также сахарный диабет в острой форме тоже противопоказано. И астматики в прогрессивной стадии в острой форме. Это повод задуматься. Также есть некие различные остальные болезни. Я еще раз повторюсь. Вы всегда можете проконсультироваться с инструктором со школы, куда вы идете. Вам расскажут список, вы заполните обязательно анкету. Если что-то вашу инструктору сомнит, он попросит вас, возможно, медицинскую справку или поподробнее рассказать. Поэтому не переживайте. Даже если вам кажется, что с вами что-то не так, и с этим нельзя заниматься, спросите у инструктора, спросите у врача. Возможно, вам скажут другое. Про планиризм очень доступный вид спорта, как бы это ни казалось. Мы еще про это поговорим чуть позже, когда будем говорить про бюджет. И будем говорить вот сейчас еще и про физическую форму. Что касается физической формы. Опять хорошие новости. Если вы с легкостью проходите в день 5-7 тысяч шагов, что в принципе делает там среднестатистический и даже офисный работник в Москве, потому что мало кто живет в центре и мало кто живет возле своего рабочего места. Там пройти до автобуса, пройти до метро, вы подходите к парогладинам. Да, возможно, для вас открыты не все дисциплины. Тот же там хайкинг-флай – это дисциплина, в которой требуется более активная физическая подготовка. Но всему свое место, если вам понравится, и вы захотите уйти в хайкинг-флай, сходите в походы. В том числе есть парапланерные клубы, которые занимаются не только парапланеризмом, они ходят в горы. Поэтому с легкостью вам все это еще и понравится, начнете ходить больше. Да и в нашей школе тому много примеров. Люди приезжают. Вообще говоря, в нашем комьюнити парапланеризм называется «спорт для ленивых». Да. И такой, знаешь, человек с пивным животиком, с банкой пива в руке, с сигаретой и с парапланом. Вот такой образ. Мы это не пропагандируем, разумеется. Курение, да. Курение плохо, алкоголь плохо. Но тем не менее, да, если говорить про какие-то просто… Все плохо, так чтобы вину было белое. Белое сухое убрал. А, все. Вообще, парапланеризм не алкоголь. Тебе нужно сделать несколько шагов, чтобы взлететь, и несколько шагов, чтобы поземлиться. Все. Собрать крыло в рюкзак и отнести эти 15 килограмм. Весом 6 килограмм. Ну, 15, если не легкий комплект. Да, если тяжелый комплект. А что касается безопасности. И снова хорошие новости. Современный мир парапланеризма шагнул достаточно сильно вперед. Мы все равно считаем параплан спорта повышенной опасности. Но давайте вспомним. Мы с вами ездим, практически все ездят на машинах. Если вы не ездите лично на автомобиль, то вы едите на автобусе. А автомобиль – это транспортное средство повышенной опасности. Но тем не менее, мы же на них катаемся. И нам это приходится делать, чтобы куда-то добраться. Параплан тоже самое. Получается, что парапланы даже… Безопаснее. Безопаснее, чем жить. На самом деле так и есть. В большом городе вас подстерегает гораздо больше опасностей, чем в небе орлы только или грифы. Как Ник Ник Скалово могут напасть иногда. Но и то они вас принимают за своего. Да, вообще говоря, птицы редко очень нападают на парапланеристов. Исключение составляет вот эти вот, в которые виси живут яйца, самки. Они бывают в этот период агрессивные. А так птицы любят, как дельфины. И вот рядом с лодками плавают, с кораблями. Так же и птицы рядом с нами сопровождают. Вот. Они иногда прилетают сверху так вот. Пытаются потрогать. Самое опасное насекомое для параплана – это… Кузнечик. Кузнечик. Да. Параплан боится только кузнечиков. А пилот на самом деле боится мало чего. Для пилота важны следующие моменты. На первоначальных этапах – это подойти грамотно к выбору школы. Мы сейчас про это еще поговорим. Как выбирать школу, как подойти более детально к этому вопросу. Ну, я про сейчас тезисно. Выбрать школу, прийти к инструктору, хорошему, грамотному, который вам понравился, и начать с ним летать. И не бежать впереди, не покупать оборудование, там, на классы выше, не переходить дисциплины, к которым вы еще не готовы. Просто должно быть все свое место. Если вы будете там пилотом выходного дня, будете там летать просто в кайф, всегда там с инструктора на горочке, инструктор вам подберет идеальную хорошую погоду, ламинарные условия, то это действительно не безопаснее, чем ездить на автомобиле. Поэтому тут никаких проблем нет. Ребята летают много больше, чем я, и они вам сейчас вкратце расскажут, как учились они. Я расскажу, как учился я. Я учился вот уже на таком оборудовании, на новом, это фирма Адванс, швейцарские парапланы. Сейчас сильно вперед встагнула техника. То есть она, это знаете, как машина на автопилоте. Точно так же современный параплан. Хорошо настроенный, хорошо отлаженный аппарат летательный, он за вас решает большинство вопросов. Если вы не прыгаете вперед и не покупаете себе какие-то спортивные аппараты, которыми надо уже уметь работать. Это как спорткар. Если вы там только прошли автошколу и решили погоняться с гонщиками Формулы-1, ну, шансов, что вы размотаетесь, достаточно много. То же самое здесь. Просто не бегите вперед, и будет все окей. Выбирайте простую учебную технику. Да. Итак, как же начать? С чего начать? Самое важное, мы должны понять одно, что обучение в школе и с профессиональными инструкторами – это залог и гарантия вашей безопасности. Мы все живем в населенных пунктах, в городах, в поселках. Парапланерных школ в России достаточно, и вы можете найти ближайшую школу там, где вы живете. Пойти, пройти базовую подготовку. Ну, для этого, безусловно, нужно убедиться, что школа имеет квалификацию, что школа использует передовое и современное оборудование. Это не старая убитая техника, честно говоря, небезопасная. И в школе должна быть методика. Безусловно, современная, выверенная. Если же рядом с вами нет школы, современные клубы и клуб «Флайдей» предлагают варианты кемпов. Это очень интересно, поскольку вы выезжаете на интенсив. Если вы выбираете школу близ вашего жилья и начинаете заниматься, обучение может продлиться до полугода. А если ты выбираешь интенсив, во-первых, ты выезжаешь в новое место. Во-вторых, у тебя… Полное погружение. Полное погружение, да, безусловно. Занимаешься только полетом, не отвлекаешься. Все 10 дней ты занимаешься только этим. Ты находишь в себе друзей, ты за эти 10 дней получаешь базовые знания, с которыми можешь вернуться к себе домой и продолжить этот спорт самостоятельно. И, ну, здесь очень важный момент. Нельзя летать одному. Летайте с друзьями, летайте с опытными пилотами. А если вы хотите полетать самостоятельно, возьмите с собой жену, друга, тот, кто будет рядом, тот, кто будет сфотографировать и обеспечить безопасность. Что еще важно? Я бы хотел акцентировать внимание на кэмпах. Ну, поскольку я думаю, что это максимально эффективное мероприятие по обучению нашему спорту. Как построены кэмпы, современные кэмпы? В современных кэмпах все организовано. Что я имею в виду? То, что вы приезжаете, за вас уже подумали по еде, по жилью, по трансферу. Обо всем позаботились. И ты приезжаешь, думаешь только о полетах. Кайф. На самом деле, да, немного раскрою эту тему. Супер важно. Все равно, как бы не было все настроено, но вы будете испытывать стресс. Потому что полет, это немного непривычное для человека ощущение. Вы родились не птицей, вы привыкли ходить. И, как бы, вот этот самый первый момент, он достаточно волнителен. И для того, чтобы вам максимально легко и аккуратно во все это окунуться, у вас должны быть комфортные условия. Для того, чтобы они были комфортны, вы не должны думать, как доехать до какого-то поля, до летного места, до какого-то там такси полуразвалищика. Вас должен встретить комфортный трансфер, отвезти вас к школе, где она находится. Вас должны по приезду накормить, поселить. Когда вы начинаете заниматься, должно быть выбрано комфортное погодное условие для вас. Должно быть хорошее оборудование, которое комфортно, которое он дает понимание, как с ним работать. А не какой-то там старый, очень уставший параплан, на котором учился еще ник-ник или алик. Я уже, слава богу, не застал то время, не застал эти парапланы. Я учился в безопасное время. Ребята, как говорится, местами спасибо, что живые. Сейчас все сильно безопаснее. И еще раз повторюсь, да, вы приехали, безопасное оборудование, лекция, не только практика, не только теория. Знаете, есть такой хороший термин. Теория без практики бесполезна, а практики без теории смертельно опасна. Вот это относится к парапланиризму напрямую. Это к тому, что с YouTube-то учиться нельзя. Да, плавная подводочка. С YouTube, ребята, не учимся. Во-первых, сейчас очень сильно поменялись технологии, вообще преподавание, методика. Поменялось летное оборудование, и к этому надо адаптироваться и подходить. И вот, продолжая, вы позанимались, теория, практика, время обеда. Вы не должны там думать, где вам приготовить, на костре, или на горелке, или сходить в какую-то кафешку. Это должна сделать школа, в идеале, с своим поваром. Мы вот очень в школе Fly Day, мы очень сильно топим за питание. Мы практически во все поездки берем с собой повара. Мы любим проверенное питание, вкусное, и чтобы ребята этим наслаждались. Пообедали, немного поспали, отдохнули. Снова время лекций, время полетов. Вы целый день в этом интенсиве. Все 10 дней вы в этом интенсиве, в этом комьюнити. Вы питаетесь, вы наблюдаете за успехами друг друга. Вас это поддерживает. Это гораздо круче и гораздо класснее проходит. И вот проходит все под конец. Мы там поели, нас кормили, нас поили, нас учили. Собственно говоря, надо ехать домой. Вы все такие выдушевленные. У вас там вещи, вы уже уставшие за 10 дней. И психологические, и физические, и эмоциональные. Все классно, у вас куча фоток. Да, вы отдохнувшие. На самом деле, это такой отдых, после которого еще хочется пару дней полежать дома. В хорошем плане. У вас очень большое эмоциональное такое, ну, можно сказать, потрясение даже некоторое. Приятное потрясение. И хочется там просто отдохнуть, чуть-чуть почилить на диванчике, фоточки там в инстаграмм отправлять. Принять грамм. Да, там принять. И отправить в инстаграмм. Это соцсеть с квадратными фотографиями, сейчас нельзя говорить. Да, отправляйте туда фоточки, там все классно, наслаждайтесь. И я к тому, что, опять же, должен быть трансфер. Вас довезли, вы перелетели на самолете, отдыхаете дома. То есть, современная школа – это полный пакет, о котором вы не думаете. Это гораздо класснее, и обучение проходит круче. Вам не нужно думать ни о чем. Нету никаких доп.услуг. Ну и очень важно заметить, что кемпы бывают для разного уровня, и ты можешь прогрессировать бесконечно. Есть кемпы, такие как Башкирия, Кавказ-Юца, там, где пологая горочка, маленькая, аккуратненько, безопасно, для новичков. Начинаешь летать с низкой высоты, с каждым днем все выше и выше. А есть кемпы, которые рассчитаны на опытных пилотов, такие как Даргав, скажем. Мы сейчас еще про летные места поговорим. Да, ну я к тому, что все-таки кемпы, ну, по крайней мере, в нашей школе построены таким образом, чтобы ты развивался каждый год. То есть ты подсаживаешься на этот наркотик. Но при этом, говоря про летные места, там вот тот же Даргав, мы пытаемся очень классную штуку совместить, чтобы занимались начинающие пилоты с опытными пилотами. Это место позволяет это делать. Есть маленькие горки, есть большие горки, мы вместе занимаемся наземкой, некоторые общие лекции. Если опытные пилоты что-то подсказывают новичкам, вам иногда более комфортно общаться там, ну, допустим, с теми людьми, которые это прошли недавно, они вас поддержат, вам помогут, словом. Это тоже приятно, когда есть разноуровневые пилоты, и они друг друга поддерживают, друг другу помогают. Мы чуть-чуть упустили, собственно говоря, как выбирать эту школу. Давайте я расскажу. Давай. Вот. Важно соблюдать два принципа. От простого к сложному и от общего к частному. Поэтому, как уже говорили, не нужно учиться по интернету, категорически запрещено, потому что только инструктор грамотный, который видит ваши реакции, как вы обращаетесь с крылом, подскажет вам, куда двигаться, как правильно двигаться, что опасно, что безопасно. Поэтому обязательно школа, ни в коем случае самостоятельно не учитесь, потому что вы можете выбрать неправильную погоду, неправильное направление и неправильную технику. Поэтому наставник обязателен. Собственно, школы, они различаются по спортивной дисциплине. Инструктор, который работает в школе, или директор клуба, он предпочитает какую-то спортивную дисциплину. Некоторые любят акро, некоторые любят посадку на точность, кто-то любит, как я, хайк-н-флай или кросс-кантре полеты. И направление школы способствует продвижению пилотов как раз по этим направлениям. Можно учиться не в одной школе. То есть, когда вы прошли первоначальное обучение, и вы определились с тем, что вам больше по душе, вы можете уже учаться дальше в выбранном вам направлении. Например, нравится вам акробатика, то есть вы в душе акробат, вы занимаетесь с акробатами. Нравятся вам маршрутные полеты, пожалуйста, кросс-кантре. И дальше можете совершенствоваться, участвовать в соревнованиях, гонки. Для роста возможности безграничны. Некоторые просто идут. Большинство людей летает для удовольствия. Мне лично нравится путешествовать. Я очень люблю путешествовать. Я объездил почти весь мир с пропланом. И путешествовать с пропланом – это что-то. Это не просто трехзвездочный отель, где вы загораете пузом кверху. А вы… Это увлекательное приключение в группе друзей. Я бы, наверное, добавил более такие практические методы выбора. В любом случае, сейчас в наше время мы выбираем школы в интернете, в соцсетях с квадратными фотографиями, не только. И нас обычно всегда завлекает картинка. Если все красиво, то, скорее всего, люди заморочились, естественно, на контенте, то они обычно заморачиваются и с обучением. Это, как бы, ну, правило работает практически везде. Понятно, что это бывает исключение, но все же это можно выбирать по картинке. Второй момент – это ваше первое общение со школой. Вы позвонили по телефону, и понятно, что тут многое зависит от вашего настроения. Возможно, что это зависит от настроения человека на том конце трубки. Но вот в этот момент какие-то первые связи. Не стесняйтесь у инструктора или у менеджера, с кем вы общаетесь по телефону, спрашивать что-то про школу. Какой летное оборудование? Кстати говоря, прямо под этим видео можете задавать вопросы, и мы с удовольствием ответим. Там, где вы живете, порекомендуем школу или инструктор. Да, да. Все школы известны, и мы с радостью порекомендуем. Общение со школой, да, я продолжу. То есть при первом разговоре не стесняйтесь спрашивать. Опыт инструктора, какое летное оборудование, какие кемпы у вас там еще ездят. То есть задавайте больше вопросов. Если вы там чувствуете, что человек вам отвечать не уверен, или он там как-то вам не симпатичен уже по голосу, подумайте, может, туда и не стоит идти. Как бы, ну, первый контакт, он действительно очень важен. И дальше уже происходит первое знакомство. На нем, как бы, ну, в принципе, большинство людей либо влюбляется с первого взгляда в эту школу, либо не влюбляется. Тут, как бы, опять же, много факторов. Ваше настроение, там, какие-то погодные условия, что-то такое. Ну, погодные условия во время полетов всегда хорошие, радостные. И настроение ваше поднимается. Хочу добавить, значит, полеты – это все-таки авиация. И важно, чтобы инструктор был, ну, в идеале имел соответствующее образование, вот, профильное. То есть, потому что в полетном параплане ничем отличается от полета на самолете. То есть, инструктор должен обладать большим опытом, то есть, лучше, так скажем, от 10 лет хотя бы летной практики иметь, вот, и иметь соответствующее образование. То есть, он должен знать аэродинамику, вот, иначе он не сможет ничему научить. Вот. То есть, вы придете в какую-нибудь школу, где молодые энергичные ребята делают аттракцион, то есть, прокатят вас, запустят там, пристегнут вас, но вы ничего не научитесь самостоятельно. То есть, вы там только можете увидеть, что такое параплан. Вот. А если вы действительно хотите научиться летать, то вам нужно идти уже к грамотным специалистам. Вот. И вы должны понимать, что теория там бесконечная. То есть, гидроаэродинамика, метеорология, аэродинамика, там много всего, много всего. В физиологии там, ну, то есть, по спорту очень много всяких моментов, то есть, это все, да, это все в совокупности. Обычно в школах инструктор, они там имеют много всякие разного образования, разные люди отвечают за разные направления, и это получается такой, там, один большой механизм. Поэтому, когда там в школе один инструктор, это не всегда классно. Классно, когда команда, и она работает как единый механизм. По методике, да. По методике, да. А каждый инструктор важен, чтобы все говорили на одном языке. Да, когда мы с Аликом учились, у нас не было ни методики преподавания, и ни опытных инструкторов не было. То есть, мы самостоятельно на собственных шишках. Спасибо, что живой. Да, да. Это был действительно экстремальный вид спорта в то время. То, что мы говорим вам, нельзя смотреть YouTube и учиться с YouTube. Примерно так же 25 лет назад мы учились. То есть, смотрели на соседа, друга, делали все не так. Ничего не понимая. Ничего не понимая, да. Да, и подводя итог, я скажу, что на самом деле парапланиризм мы часто сравниваем со скитуром, фрирайдом и в целом горными лыжами. Во-первых, это два вида спорта или два вида увлечения, которые достаточно сопоставимы по цене и сопоставимы в целом по рискам. То есть, где-то там местами фрирайд опаснее, где-то параплан. Но в целом, опять же, если вы катаетесь с гидами, занимаетесь с инструкторами и летаете с гидами и с инструкторами, то это так же безопасно, как лыжи, параплан и все остальное. И я, собственно говоря, все это к чему? К тому, что занятия лыжами, вот конкретно сейчас со школой, катание с гидами, они дороже, чем занятия в парапланерной школе. Но на самом деле параплан при самостоятельном обучении, он будет поопаснее, чем лыжи. Поэтому не жалейте это в итоге занятия в школе. Мы не рекламируем сейчас себя, мы рекламируем в целом школы. То есть, ну как бы мы рекламируем безопасность. В отяночной щице очень. Безопасность нельзя рекламирует, да, безопасность, она как бы просто один раз нарушается, и дальше она не нарушается. Поэтому экономьте деньги, экономьте свое здоровье, экономьте силы и получайте радостные эмоции от грамотного обучения. Да, не нужно покупать параплан сразу. Сначала учитесь на школьном оборудовании. Пусть вам предоставят хорошее, новое, сертифицированное, безопасное оборудование. Потом вы при помощи инструктора уже выберете то, что вам подходит. Да, под ваш уровень. Да, под ваш уровень. Что, совсем чуть-чуть поговорим про летные места, где, наверное, давай даже так, где в России летают новички. Вот так вот. И где за границей можно прям пару летных мест, где можно вот прям с нуля приехать и начать летать, учиться со школой. Ну, как я уже говорил, если соблюдать принцип от простого к сложному, мы начинаем учиться на маленьких горках. Тревенистые холмики небольшие, там высотой там 50 метров. Вот, это идеально. Вот, и постепенно мы продвигаемся, выезжаемся в более высокие крутые горы. Когда я учился, я делал все совершенно неправильно. Первый мой полет – это Донбай. Вокруг ледники, там трехтысячники, четырехтысячники. И там был экстремальный старт, экстремальная посадка. С трехтысячи, первый мой полет, полетел и сел на баскетбольную площадку. Это бразильская система. На баскетбольную площадку. Очень популярна была 25 лет назад, да. Сейчас так точно не надо. За эти 25 лет мы отработали методику преподавания, и у нас травм практически не бывает. Мы плавно, постепенно подводим, индивидуально к каждому относимся. У нас летают даже вегетарианцы. И все-таки где летаем, куда присмотреться ученику при выборе кемпа? Ну, куда бы можно... Начальное обучение в России. Да. Где? Горки. Вокруг любого крупного мегаполиса есть небольшие горки. Поэтому выбирайте школу, преподаватели которой, скажем, летают достаточное количество времени, имеют опыт. Ну и поближе к дому. А если многодневные программы? Куда поехать? Ну да. Конечно, если вы будете учиться по выходным, то вы будете учиться очень долго. То погода не такая, то дождик, то еще, то у вас времени, то на удачу нужно ехать. Идеально, конечно, сделать парапланированный выезд, где вы интенсивно в течение недели-двух становитесь на крыло. Есть популярные места, такие как Кавказ, Алтай, Уральские горы. Вот. Но мы вот больше всего любим Башкирию. Это Южный Урал. Вот. Там множество под любой ветер, под любую погоду есть горочки подходящие. Вот. Невысокие, стометровые. И там идеально. Мне кажется, лучше начинать там. Ну, я бы еще тут добавил, что в Башкирии душевно. Во-первых, да, это красивые места. Мы живем в лоне дикой природы, нет больших мегаполисов рядом. Мы кушаем традиционную башкирскую еду, очень вкусную. И мы погружены с утра до вечера в полеты. И здесь тоже важно, чтобы каждая школа, та школа, в которой вы занимаетесь, выбирала всю погоду. А не так, чтобы давай полетали с утра и там пошли отдыхать, танцевать и так дальше. Потому что погода, как правило, она с утра и до позднего вечера. Важно, чтобы школа, как практикуем мы в наших школах, выбирала всю погоду. Ты живешь на горе, ветер правильный подул, рюкзачок взял, 15 минут пробежал, и через 10 минут ты уже летаешь. Вот в чем, наверное, большой плюс наших школ в Башкирии. Да, мы живем прямо в месте старта. Есть летные школы в Дагестане, есть в Пятигорске, достаточно популярные места в Крыму. Но там проблема в том, что в праздники и в популярное время отпусков собирается очень много народу. И на одной горке, допустим, есть гора Юца, где там собираются сотни людей. И получается такой суп из пропланиристов. Да, и очередь на старт. Иногда бывают даже столкновения в воздухе. Люди летят и матерятся иногда, подрезают друг друга. Вот чтобы избежать такого трафика, лучше ехать в такое место, где свободно в воздухе. Да. Одна из фишек нашей школы, мы на самом деле любим такие менее насыщенные людьми места, особенно это важно для новичков. Потому что, как я говорил, вы переживаете эмоциональные такие потрясения. Свои первые... Позитивные. Эмоциональные потрясения. Вы оказываетесь в трехмерном пространстве. Всегда это выходили там по земле и просто что-то там вокруг видели. Наверх смотрели, птица летает. То теперь вы становитесь птицами. И важно, чтобы вокруг вас, у вас ничего там еще лишний раз не стрессовало. И там вы были наедине с инструктором через рацию там или через общение. И не напрягались, что вокруг вас там еще какие-то пилоты, которые так же пока не уверены, как вы. И вот вы там пытаетесь, инструктор там или не пытается вас друг от друга развести. Это важно на первоначальном обучении. Чтобы не было трафика. То есть учиться сразу, например, в мегаполисе в Москве, в той же самой водить автомобиль, это безумие. Нужно лучше выехать куда-нибудь в тихое местечко. Вы можете ехать в популярные места, но просто тогда надо понять, чтобы ваш там график работали, брать отпуск не тогда, когда берут все. То есть там ни июль, ни август, ни майские праздники, ни новогодние праздники. То есть подстраивайтесь. Либо места, где летает меньше людей. Спойлер, не знаю, когда выйдет это видео, но у нас будет отдельная лекция про летные места в России. Возможно, вы ее уже посмотрите после того, как выйдет это видео, возможно, до. Но будет отдельная лекция, поэтому мы здесь сильно не будем говорить про это. Давайте поговорим про соревнования. Ник-ник нам расскажет про соревнования. Я, окей, полетал, понимаю, что все круто, мне нравится летать, но я хочу прогрессировать. И хочу, наверное, в общем, у меня есть соревновательные амбиции, хочу место занять. Что делать? Ну, чтобы летать в соревнования, нужно много учиться, во-первых. Нужно обзавестись специальными приборами, летными компьютерами, специальным парапланом гоночным, специальной подвеской, которая выглядит как байдарка, такая аэродинамически обтекаемая форма. Это уже такие серьезные расходы. И поездки на соревнования тоже требуют времени и средств. Я участвовал в десятках соревнований, я организовывал соревнования, как директор около 10 международных соревнований в разных странах. В общем, это такое... Соревнующиеся пилоты – это конченые люди. Это все. Семья отходит на второй план, в голове только полеты, и люди становятся такими адреналинными наркоманами. То есть они работают для того, чтобы летать. Поэтому 10 раз подумайте, чтобы заняться соревнованиями. На самом деле это любой профессиональный спорт. Очень влекательно. Любой профессиональный спорт. Очень влекательно. Кросс-контрер-соревнования проводятся по всему миру, в популярных летных местах. Мне очень нравится Македония. Я проводил там соревнования. Мне очень нравится Турция. И в Непале я проводил соревнования. Одни из первых устраивал. То есть на фоне высоких гор маршрутные полеты, гонка, где 100 человек прилетает маршрут. Им выдаются летные задания. Ты должен прилететь через ППМ, так называемые точки маршрутные, и прилететь первым. Один полет, как правило, занимает 2-3-4 часа. И расстояние, которое прилетает пилот по сложному маршруту, измеряется десятками, иногда даже сотнями километров. И такие страны проходят в течение недели. То есть ты гоняешься 6 дней подряд, тебе каждый день новое задание дает. Это очень круто. Окей, смотри, медальку не хочу. Хочу просто прогрессировать. Хочу представить на лучших людей в своей стране, которые соревнуются, я могу ли я так участвовать в соревнованиях, если мне позволяет опыт. Я думаю, чем мне делать, как прогрессировать дальше. На самом деле, да. Если серьезных амбиций нет, но вы хотите научиться летать, уже стать продвинутым пилотом, это тоже имеет смысл действительное соревнование. Потому что одно дело, когда вы летаете в школе, у вас там 2-3 инструктора. Другое дело, когда в воздухе у вас 100 человек, и каждый из них уровень инструктора. То есть вы увидите воздушное пространство, кто где набирает, кто как делает переход, становится, кто выбирает какую линию маршрута. Вы учитесь. То есть соревнования, они также эффективны с точки зрения обучения. Но это уже для продвинутых пилотов. Поэтому я, конечно, категорически рекомендую участвовать на соревнованиях. Потому что дальнейшее обучение очень эффективно на соревнованиях происходит. Собственно, я так учился. Да, классно. В общем, подводим итог. Середа нет круто, эффективно, но дорого. И займет очень много вашего времени. Но это полезно. Что, познакомимся с парапланом? Как приходит ученик? Чему делать? Чего выбирать? Да, разумеется. Друзья, мы много раз повторяли, и будем повторять, что летать может и должен каждый. Как же прийти на свидание с парапланом в первый раз? На самом деле, можно не заморачиваться. Многие до сих пор летают в джинсах. Может быть, это не тру, конечно, но вы можете в первый раз прийти в джинсах, в кофточке какой-то спортивной, не сильно заморочившись. Важно в первый раз на занятие прийти в правильную обувь. Обувь должна фиксировать голеностоп. Да, вы можете прийти в магазин сплав в вашем городе и купить обувь для трекинга. Она, безусловно, подойдет. Высокий голеностоп, который фиксирует. Важно подошву иметь. Хорошая подошва удерживает вашу стопу. Дальше важно прийти в перчаточках и в солнцезащитных очках. Даже если пасмурно. Почему? Потому что мы бегаем по полю. Первое знакомство – это, как правило, такое, как бы правильно сказать, ты небольшая лошадь. Ты просто бегаешь. Зарядка, да, ты бегаешь с парапланчиком. Все это безопасно. Все навыки достаточные для старта ты получаешь на земле. Параплан еще не летит, тебя не поднимает. Учишься управлять. Всю информацию, да, и поведение параплана ты чувствуешь. Но ты можешь споткнуться, оступиться. Бывает, что вокруг высокая трава и так дальше. А очки защищают твои глаза. Да, а мухи еще попадают. Или мухи, да. Мухи, солнце, на самом деле, да. Но мне больше в розы летают. Да, и мне один раз жук попал. У меня голова отлетит. А представьте, если бы в глаз попал бы. То есть очки обязательно. А хоть параплан и тихоходный вид спорта, балансировочная скорость порядка 38 км в час, но в виражах мы развиваем скорости и 70, и 80. А вот еще стропы. А если жук еще 60 летит вам навстречу? Да, есть 120. 120, да. Вот стропы тонкие у параплана, в отличие от парашюта. И можно порезать пальчики. Да, для этого нужны перчатки. Вот камера там покажет. 25 лет назад без перчаток занимался. Вот камера покажет. 25 лет назад, когда я занимался в первый раз без перчаток, вот такие следы на пальцах остаются на всю жизнь. Может быть, это неплохо, но первый полет, эмоция от первого полета намного лучше. На самом деле с перчатками все просто. Единственное исключение – это не строительные перчатки, которые, знаете, такие с пупырышками. Они портят свободные концы. Вот, ну, стропы, говорят, в тропах портят. Да, стропы портят. Они сдираются, что это резиночка сдирает. А так любые там... Достаточно перчатки. Давай перчатки. Дай сюда перчатки. Да, когда летишь, ветер холодный часто бывает, и руки мерзнут. Мы, когда летим, руки у нас находятся вверху, и кровь оттекает от них, руки начинают мерзнуть. Поэтому я летаю в теплых перчатках. И какой-нибудь вестопер нужен. Для наземки для начала это не так принципиально для полетов в будущем? Для полетов выходного дня вполне достаточно. Если вы летаете над рельефом, там, 100-200 метров, в принципе, для лета перчатки очень даже неплохие. Да, на больших высотах я уже надеваю варежки с электропотогревом. Да, часто пропланиристы, те пропланиристы, которые летают длинные, высокие маршруты, они выглядят как будто собрались на экспедицию. Космонавты. Да, на улице жара, плюс 25, плюс 30 градусов, ты весь экипирован, пуховики. Да, потому что наверху под базой облаков включается кондиционер. Ну, я должен сказать, что на каждые 100 метров температура падает на 1,1 градуса. Да, если у тебя внизу порядка 25 градусов, то наверху может быть 0. На самом деле, 2 километра уже около 0. Около 0, да, и даже может быть минус. Давай, наверное, вкратце покажем, как одеться, посчитаем даже небольшой бюджет, как приехать в кемп. Ну, что надо по минималке, чтобы было комфортно? Ну, то, что мы сказали, на первое занятие можно прийти в той одежде, которая есть, спортивная, дома. Про шлем забыли сказать. Но шлем вам выдадут в школе. Ну, мы сейчас про это тоже проговорим. Но если вы уже начали заниматься, или если вы готовитесь серьезно даже уже с первого занятия, то мы рекомендуем выбрать верную одежду, удобную. Она, во-первых, стильная, вы будете красивы на поле. Во-вторых, одежда, не побоюсь этого слова, это безопасность. И сейчас мы вам продемонстрируем модель. Надо понимать, что даже если вы решите не заниматься парапланиризмом, то эта одежда вам пригодится, в принципе, на даче погулять с собакой, сходить в лес за грибами, в поход, да вообще куда угодно. Это многофункциональная одежда, которую не надо использовать только на параплане. Поехали. Мы тут подобрали небольшой комплектик, который в целом подойдет, точно подойдет под лето, в Башкирии, например, и даже, возможно, закроет некоторые там осенние-весенние месяца, то есть там в позднюю весну и раннюю осень вполне подойдет этот комплектик. Сейчас мы покажем вам, расскажем про эти вещи и посчитаем, сколько бы нам это вышло. Бюджет, прикинем, да. Да, есть такая важная вещь, это баф. Баф нас защищает от ультрафиолета, аккумулирует наш пот и вообще очень удобно в спортивной, в обыденной жизни. И рекомендую иметь это 500 рублей. Так, носки. Про носки можно говорить долго, но мы уже испытали носки от компании SPROW. Я вот прям считаю. Да. Мы прошли в этих носках, стирали, разумеется, уже полгода, как минимум, и рекомендуем носки с волокном Kulmax. Это летнее волокно, которое активно отводит влагу 790. Да, если чуть добавить про носки, важно понимать, что носки зависят не всегда от толщины. Если знаете, если вы там турист или у вас есть друзья-туристы, то вы знаете, что они ходят достаточно в толстых носках летом. И это не для того, чтобы греться, а для того, чтобы амортизирующие свойства были у носка, в том числе гасило вибрацию, и в вашей ноге было комфортнее. Поэтому тут больше следите не за толщиной, а за нитью, которая используется. Либо это шерсть, либо это Kulmax. Да, чтобы мозоль не натереть. А перчаточки-то еще пропустил. Сколько лет? Так, перчатки-сплав, которые подойдут на наши занятия, 2200. Отлично. Так, важное про белье и термобелье. Так как мы занимаемся спортом, мы бегаем, у нас активно все, рекомендую, безусловно, нижнее белье из синтетики. Ни в коем случае не хлопок. Хлопок набирает влагу, он гидрофильный и долго высыхает. Синтетическое термобелье должно вас облегать, повторять буквально ваше тело, второй кожей быть. И основная задача – это максимально быстро выводить влагу вам сухо и комфортно. Да, не сковывает движение, она эластичная. Да, 1400 рублей стоит брюки. Так, ну это то же самое, только вверх. 4200. 4200 рублей. Сверху термушечки начинаем одеваться. Так, да, и начинаем. Это наш внешний слой, который защищает от капризов погоды, ветра, дождя. Ну, снега летом, наверное, не бывает, но в горах почему нет? В мае бывает. От падения защитит. И от падения, от ссадин, да. Хорошая, вот, кстати, очень хорошие штаны, softshell, тут масса регулировок, карманчики. У нас такая же модель, в другом цвете, женская. Цвет просто красивый. Цвет красивый, да. Цвет это важно. Цвет это важно. Стилек. 5700 рублей стоят штаны. Да, важно при занятиях пропланиризмом, при наземной подготовке, закрывать локти и колени, вот как сказали уже мои друзья, вы можете просто споткнуться и задеть, будет неприятно. А это, друзья, современные утеплители. Power Stretch, Fleece, тянется, очень комфортный, удобный и теплый. Мы в своих школах тоже используем эту модель. Очень уютная, теплая и даже слегка ветрозащитная. И даже какой-то слегка легкий там моросящий дождик она поддержит, потому что здесь такой ламинатик. Вот курточка стоит, ты записал, 7900 рублей. Обалденная, я вот не хожу, не вылезая. Да, на самом деле вот в эти кофты мы влюбились. Она очень теплая, при этом достаточно активно вводит влагу, вот именно за счет таких вот бороздочек здесь на материале. Вот это прям очень классная кофта. Карман большой, вот этот карман помещается в бутылке вина, например. Он высокий, то есть выглядит как обычный. Сопривление алкоголя вредит вашему здоровью, мы провезли алкогольное нахрен. А это уже куртка-мембрана, которую вы надеваете во время полета, во время дождя, ветренного. Непродуваемого ветра. Да, основная задача это непродуваемость, защищать от ветра. Но при этом очень важная функция дышит. То есть это не пакет, в котором вы задыхаетесь. Это мембрана. Это мембрана, да. Возок пропускает, воду нет. Всевозможные регулировки манжетов, воротничков. Капюшон. Удобные карманы. С козырьком. Капюшон с козырьком, тоже с регулировкой. Сколько? 14 500 рублей. Смотрите, еще немного про мембрану. Это прям можно отдельную лекцию, но вкратце. Почему-то эта куртка стоит 14 500, а вот там в магазине вы видели такой нормальный плащик за 1000 рублей. Они же были вообще похожи. Там 1000, здесь 14. Супер важный момент, как сказал Алик. Это мембрана. Поймите одну простую вещь, что там целлофан не дышит, и вы как в парничке. У вас влага скапливается, потом она начинает стекать, потом вы начинаете замерзать. А мембрана – это такой пористый материал, там очень-очень много дырочек. Я сейчас уже не помню, сколько их там, на один квадратный сантиметр. Но смысл таков, что капелька воды, она крупная, и она в эту дырочку не залетает. А пот, он испаряется, и это маленькие-маленькие капельки водички, они наружу выходят. Так работает мембрана. Вы дышите. Тем самым вы, у вас как получается работает? Трехслойность. У вас термобелье отвело влагу от тела, передало его на термобелье, потом передало на кофточку синтетическую, современную, которая хорошо дышит, и передало это на мембрану. Мембрана воду вывела, вы сухие, классно летаете. Когда вы начинаете летать маршруты, или вообще начинаете даже там какие-то свои первые полеты, там больше пяти минут, супер важно, комфорт в полете. Вы не должны хотеть писать, извиняюсь, не должны хотеть какать, еще раз извиняюсь. Вы не должны потеть, вам не должно быть холодно, вам не должно быть жарко, вам должно быть комфортно. Потому что, когда вам некомфортно, если вам что-то где-то трет, этот целлофан там шелестит, вы то мерзнете, то потеете. Вот это все состояние, вы думаете об этом, а не о полете, безопасности, что вам там говорит инструктор, или вы уже самостоятельный пилот, и думаете сами там, куда пролить. Обратите внимание на одежду. Вот мы тут посчитали без обуви, потому что обувь у некоторых есть, там какие-то уже хорошие ботинки, которые вам подходят, или может быть кроссовки. Кроссовки мы не очень рекомендуем, но в целом, если у вас там нет проблем с голеностопом, можно и хороший там высокий кроссовок. Вот, например, как такой ботинок. Этот ботинок, его можно назвать кроссовком, видите, шнуровка достаточно высокая, и в целом он поддерживает голеностоп. И для лета, и для аккуратного пилота это вполне подойдет. Да, колодка. Мы обувь считать не будем, потому что, я еще раз повторюсь, у кого-то она есть. Ну, вот без обуви этот комплект вышел 37190 рублей. А по промокоду, там внизу он будет, или в комментарии вы можете спросить, и вам ответим. Вы еще получите скидку 10%. Это вообще подарок судьбы. Вы можете, ну, реально с этим комплектом можно сходить там и с собакой погулять, и в лес, и вы будете везде нормально выглядеть, да. Это вещи, которые работают не один год, не два, не три года, не четыре, не пять. У меня там некоторые мембранные куртки, они там уже 10 лет. Да, они там уже даже местами где-то развалятся, но я там хожу, у них шашлыки, например, жарить. Они начинают разваливаться, уже не так хорошо держат воду, я жарю шашлык, а там чуть-чуть капают с елки, например. Там какой-нибудь более дорогой и новый там летаю. Поэтому эти вещи, они живут долго, и вы платите за качество. Это не такие большие деньги по нынешним временам, на мой взгляд. Сразу захотелось кушать, когда ты заговорил о шашлыках. Но здесь еще важно отметить, все, что мы вам показали, это проверено нами и проверено в горах, в самых суровых условиях. С одеждой вроде все понятно, мы разобрали, все показали достаточно детально. Как же со снаряжением? Снаряжение в самом начале вам не понадобится. Хорошая школа вам предоставит хорошее оборудование. А затем, когда вы начинаете самостоятельные полеты, скажем так, простой недорогой комплект будет стоить порядка 200 тысяч рублей, наверное. Новый? Нет, не обязательно новый. Иногда дело в том, что парапланы делятся по классам, по безопасности. А, Б, С, Д. И люди, полетав на самом простом крыле, покупают обычно более продвинутые, более продвинутые в погоне за дальностью, рекордами и так далее. Поэтому у нас существует ротация оборудования. То есть можно взять вполне приличное, с небольшим налетом крыло, недорого, бушное. Ну, вы знаете, там автомобиль выезжает из автосталона, сразу же 30% уже теряет стоимости. Так же с пропланами. Да, но тут обращаю внимание, что покупая бушное оборудование, это принципиально делать с инструктором. Инструктор, во-первых, знает пилотов, очень много пилотов, которые летают в школу. Скорее всего, знает историю этого параплана, а если не знает, то расскажут его друзья. Самостоятельно не покупать оборудование. Тем более не делать этого изначально на авито, не посоветовавшись своим инструктором. Это плохие ошибки. Да, то есть должен сначала проверить специалист. Он может посмотреть проницаемость ткани, состояние стропной системы и износ его, это оборудование. Там много важных параметров. А в дальнейшем, конечно, профессионалы летают на дорогих аппаратах. Но если говорить про новый комплект для... Мой комплект стоит порядка 5 тысяч евро. Ну, для начинающего пилота, там, не знаю, параплан B-нис. 200 тысяч рублей. Ну, это будет, да, очень хороший комплект. Да, это параплан, подвеска, запасной парашют. Ну, то есть диапазон, да, где-то там, наверное, бушный неплохой комплект можно подобрать в районе 130-160 тысяч. Это, я думаю, где-то можно вложиться в этот лимит. Новый будет, там, от 200 до 250. Где-то такой лимит можно подобрать. В любом случае, как вы пройдете обучение и поймете сами, там, серьезные намерения в дальнейшем обучении, что вы хотите, там, это увлечение связать со своей жизнью, превратить в свое хобби. Советуйтесь с инструктором. Вам посоветуют самое лучшее. По цене сравнимо с горными лыжами. Да, да, то же самое. Со скитуром. Ну, да, скитур играет. Мы просто вам для понимания, как бы, во что вы ввязываетесь, что, на самом деле, это не так, не так дорого, как могло бы быть. И не так страшно. Но важно, это авиация. Это самый бюджетный летательный аппарат в мире. Просто мы сейчас, вот, мы почему акцентируем на это внимание, потому что к нам приходят многие студенты, которым посоветовали уже наши предыдущие студенты. И они говорят, мы не занимались паркланиризмом, потому что нам казалось, что это что-то невероятное. Ну, как летать на самолете. Высокий порог входа. Да, высокий порог входа. Что там надо быть мастером спорта, неважно, там, по легкой атлетике. Что там надо иметь 2 миллиона рублей минимум, просто, чтобы только начать. И что ты там должен просто лось вообще бегать. Все, ну, просто суперчеловек. Вот там десятки людей так умеют. Все, нет, ребята, это не так. Это, во-первых, не так дорого, не дороже лыж. Во-вторых, вам не надо быть лосем. Мы уже говорили про физическую форму, про то, как... Да, оборудование можно подрать в аренду. А оборудование можно пользоваться школьным оборудованием. Пожизненно практически ездить все время на кэмпы. Можно вообще не покупать. Если вы там летаете 2-3 раза в год, и вам нравится ездить именно на кэмпы, можно вообще не покупать свое оборудование. Можно использовать школьное оборудование в аренду. Да. Тут еще важно заметить, отметить возраст наших студентов. В нашей школе бывают ребята и девчата от 18 лет. И в прошлом году у нас были студенты по 72 года. Молодые, красивые, энергичные. А я сейчас занимаюсь со студентом 62 года. Он к этому шел 40 лет. С каких лет сейчас сын летает? Расскажи. Мой сын Тимур летает с 10 лет, но безусловно под контролем родителя. Только со мной и в самых ламинарных, самых простых условиях. А я недавно познакомился на горе с бабушкой. Ей было 74 года. Она самостоятельный пилот. И начал заниматься в 66 лет. Самостоятельно летает. Поэтому никогда не поздно. С возрастом вообще не помеха. Не помеха и не причина, да. Отлично. Поехали дальше. Поговорим про страховочку. Есть такой важный документ. Такая важная документ. Это что такое? Да, ты так сказал? Это я татарин. Я могу так говорить. Класс. Поговорим про страховку. Супер важный документ. На самом деле страховка, она не так важна, вернее важна в активном виде спорта. Она вообще важна везде. Хорошим тоном будет покупать страховку, если вы просто ездите в какое-то морское путешествие, особенно если вы едете с детьми. И на самом деле не важно с кем вы едете. Это просто хороший тон. Смотрите, есть нюансы, где возможно можно обойтись без страховки, но есть места, где строго и никак нельзя. Если вы уезжаете за границу, особенно вы занимаетесь каким-то спортом повышенной опасности, тут у вас вариантов вообще нет. Вам страховка нужна при любых обстоятельствах. Смотрите, не важно, что с вами происходит, любая доставка в больницу, любая вообще там даже вас просто посмотрит, у вас уже страховка отбилась. А дальше эвакуация вертолетом. Это опять же все вам подскажет инструктор, какую надо брать. Мы сейчас не будем, это отдельная лекция. У сплава есть лекция на тему страховки. Можете ее там посмотреть. Вот она была раньше нас. Сейчас там может быть даже вашим образом ссылочка. Может быть даже ссылочка. Там где-то здесь появится ссылочка на страховочку. Save ProLife. Да, один из хороших агрегаторов страховки – это Save ProLife. Удобный сайт. Там все классно написано, удобно подбирать страховку. Но это как вариант. Можно на любом другом месте. Еще раз. Значит, самое дорогое, одно из самых дорогих, если вы даже там слегка сломали ногу или там повредили ее, растянули, это улететь обратно домой. Просто так официально вы не можете лететь на сидячем месте. Вы должны будете летать в горизонте. Это очень дорого. Поэтому, если мы едем за границу, я сейчас не буду подробно обсуждать, еще раз повторюсь, мы в любом случае оформляем себе страховку. Какую подскажет инструктор, подскажут менеджеры страховой компании. Второй вариант. Вы путешествуете по России. Вот тут начинаются нюансы. Надо смотреть, где вы путешествуете и что вы делаете. Если это где-то… Смотрите, какие клиники есть. Может быть, вы там едете в такую глушь, где там вообще всего одна больница, и нет вообще никаких вертолетов, ни частных, ни МЧС, никого нет. И в целом-то там получает страховка не нужна, если вы не хотите потом получить какую-то выгоду. Опять же, посоветуйтесь с менеджером, посоветуйтесь с инструктором, посоветуйтесь с ребятами, которые, может быть, у вас самостоятельное путешествие, как они делают, как они поступают. Изучайте, смотрите. Я вас ни к чему не агитирую. Просто говорю, что иногда, иногда очень маленький нюанс, как можно обойтись без страховки. Если говорить про территорию Российской Федерации, то, опять же, смотрите, если вам нужна эвакуация вертолетом, какие там есть вертолетные компании. Понятно, что МЧС в любом случае за вами придет, в любом случае прилетит вертолет, если он там есть. А если его там нет, то не прилетит, придут пешком. Через сколько придут, непонятно. Если во форуме страховка, за вами не придет там никакая спецбригада, размером в 2-3 раза больше, лучше комплектована. Но, но вы полетите бесплатно, вы полетите на специальном, возможно, даже на специальном борте в присутствии медицинских работников. И то есть шансы ваши на спасение и на оказание лучшей помощи, они повыше. Поэтому еще раз повторюсь, смотрите, изучайте. Мы там сильно на страховке долго останутся не будем. Это отдельная лекция. Мы на наших кемпах в том числе рассказываем про страховку и перед кемпом рассказываем. Есть кемпы, где у нас обязательная страховка, есть где необязательная. Все мы люди свободные, мы вас ни к чему обязать не можем, хотя со временем, я думаю, обяжем, потому что это в том числе и наша ответственность. Нам с вами заниматься, если что. Поэтому мы беспокоимся за каждого нашего студента. Да, я 10 лет отработал спасателем, я спасатель первого класса, я инструктор по первой помощи, поэтому мы перекрываем достаточно большой спектр знаний, как мы говорили до этого. Мы пытаемся сделать... Из вас не просто парапланилиста, а человек, который может справиться во многих задачах, быть универсальным и не привязываем вас к нашей школе. Мы хотим, чтобы потом стали самостоятельным пилотом. Если у нас супер классно, мы с вами срастемся, то, возможно, вы станете нашим будущим инструктором. У нас нет задачи, чтобы вы были лишним, ну, вечным нашим клиентом. У нас нет клиентов, у нас есть друзья. Потом друзья становятся коллегами-друзьями, потом друзья становятся лучшими друзьями. И примерно так происходит наша ротация с нашими изначально, казалось бы, клиентами. Но сразу друзьями. И когда вы звоните в первый раз в парапланировую школу, спросите, есть ли в команде спасатель подобный Шурику? На самом деле, это не обязательно, но в целом, да. Но не все школы заморачиваются, честно говоря. Но это важный момент. Но это важный момент, да. Но, да, не в каждой команде. Если там в других школах нет спасателей, это не значит, что они там вам не помогут в случае чего. Но ответственность у них будет понижена. Да. Короче, я выбираю страховку. Да, страховка нужна. Да, мне один раз пригодилось. За 25 лет полетов я получил травму на соревнованиях. И, да, меня действительно в самолете эвакуировали. Там 6 или 8 этих креслов опускались. И страховка сэкономила. Не та цена. Вот, в общем, смотрите, как можно сэкономить. В кавычках. Не берем школу. Покупаем бэушное оборудование на авито за 1070 комплект весь. Летим куда-нибудь подальше за границу. Подальше забираемся в горы. Летим, разбиваемся. Нас спасают. За очень дорого увозят. И мы переплатим за всю эту историю на круг раза в три. Чем могли бы... Десятикратно. Да, даже десятикратно. Как пойдет. Тут как пойдет, смотря, как далеко вы заберетесь и как поломаетесь. Как нельзя делать, я же сказал. Да, как нельзя делать. Но вы, в общем, да, переплатите. Поэтому все вот эти вот там рубли, считайте, это ваши деньги. Вы за них тут работали в офисе или где-то еще раз. Ну да, сломал человек руку. Полгода он не работает. Потерял кучу денег. Да, в том числе. А страховка, если вы это подключите, она это покроет. В общем, общайтесь с менеджером, общайтесь с профессионалами, общайтесь с инструкторами. Они вам подскажут, как это сделать лучше. Ребят, ну все-таки зачем стоит заняться пропланиризмом? Давайте аргументируем нашим зрителям. Смотрите, для меня важно. В тот момент, когда я летаю, я переживаю необыкновенно сильные чувства и эмоции. Я познаю себя и познаю окружающий мир. Третий пункт, наверное, это комьюнити. Те люди, единомышленники, которые с тобой, которые надежны не только в твоем спорте, но и по жизни. Ой, я такую небольшую историю расскажу, как я вообще оказался во всем этом бардаке. Я когда-то работал в магазине Алипиндустрии, продолжительное время, и там познакомился с Аликом. И что-то долго там сомневался, выбирал школу. Вот это вот как раз то, что я рассказывал в интернете. Смотришь, здесь сайт не симпатичный. Здесь что-то на телефон не так ответили. Здесь что-то там какие-то вопросы спросил. Я на тот момент уже катался на лыжах, ну и работал спасателем. И я понимал, какие вопросы там можно про безопасность задать. Ну и что-то меня вечно где-то что-то не устраивало. Тут вроде Алик, что-то там тоже смешной инстаграм, туда-сюда. Ну что-то тоже так сомневался в нем, если честно, там поначалу. И он проголосил, был такой бар, прогноз погоды назывался. И там был такой небольшой, у него тусовочка про планиристов. Да, вот тут там люди все сзади машут, прогноз погоды слышали. Старая-старая там, да, прогноз погоды. Классное место на самом деле было такое там, объединяющее, как раз это комьюнити. И я пришел, и я уже не помню, кто там пилот-то рассказывал про бивачные полеты. Сергей Марченко. Да, вот очень Сережа рассказывал там про бивачный полет. Он говорит, я тут знаю, среди друзей Алика есть там альпинисты, туристы. Ну типа из серии, сколько вам там перейти с одного там борта ущелья на другой борт ущелья. Дня 3-4, ну такой там сидишь так, ну да, с рюкзаком там, с легким рюкзаком там 15 килограмм, там столько-то, за таким 20. Он говорит, а я там окажусь через 40 минут. А потом говорит, быстро сбегаю налегке на гору, вот на ту, видишь, там снежную. И все. Я такой думаю, засранец. Я хожу с этим рюкзаком, там значит, получаю тоже, конечно, безусловно, от этого удовольствия. А он такой перелетел туда, там все свое оборудование оставил, палочкой поставил, сбегал на гору, покушал и лег спать. И улетел обратно вниз. Думаю, не пойдет. Надо заниматься парапланиризмом. Вот, и подводя всему этому итог, для меня это свобода, безусловно, то есть вот некая свобода, там подъемы, передвижения. Как сказал Ник Ник, классно, когда ты не спускаешься. Большая нагрузка на колени, на ноги и вообще на психику, это на спуске. И классно, когда ты получаешь бонус. Вот знаете, кто с китуристами, я поймут, вы поднимаетесь. Ну, я вот получаю удовольствие от подъема, не все получают удовольствие от подъема, кто-то страдает. Но даже если вы получаете удовольствие, то все равно больше удовольствия вы получаете на спуске вниз. Лыжи, вот тот маленький спуск, это ваша конфетка, ваш бонус в конце. Точно так же здесь полет. Вы шли, поднимались, кайфовали. Размер вашего кайфа зависит от вашего оборудования, насколько оно легкое. Чем легче оборудование и вы более классно одеты, тем вам, безусловно, это легче делать. Вот, для меня это свобода. Свобода вот именно вот этого передвижения. Я могу здесь подняться и могу здесь улететь. И для меня это, наверное, какая-то новая грань. То есть, вот до этого я ходил, я альпинист, я промышленный альпинист, я спасатель. Я где только не работал, что только не делал. Но только здесь я почувствовал действительно вот это, какой-то там, ну, перешагнул за эту грань какой-то другой свободы. Когда ты сидишь, ты сидишь комфортно. Действительно, я сижу в подвеске сидеть комфортниче на этом диване. Ну, то есть, это реально так. Комфортный диван-то. Комфортный диван, но подвеска еще комфортнее. Еще комфортнее, да. И ты летишь и получаешь вот эту свободу и вот эту новую грань. Вот для этого, наверное, для меня это, наверное, самое ценное. И, безусловно, те люди, то комьюнити, которое я получаю. Почему я остался с Аликом и сейчас вот с ним тут сижу на общем диване и рассказываю какие-то интересные вещи? Потому что меня заинтересовало комьюнити. Это объединение людей, с которыми классно и с которыми мы можем делать самые амбициозные проекты. И ввязываться в такие истории, в которые я сам бы один были с какими-то другими людьми, точно не вписался бы. Ник, что для тебя полет? Ну, для меня все началось с романтики. Вот, свободный полет. Вот слово «свобода» звучит у всех. Да, это действительно перемещение в трехмерном мире. Это совсем новый уровень. А еще я умею летать. Я летал в такие места, которых большинство людей даже никогда не видят. Например, я приземлялся в кратер вулкана. Я летал в 100-километровые маршруты по Ямалаям, в Альпах, в Америке, в Азии. То есть я очень люблю путешествовать. То есть для меня свободы, свободы перемещения – это очень важно. Это моя жизнь. Ну и я составившийся человек. То есть вот комьюнити, друзья. То есть я известную личность. У меня куча друзей в разных странах. Это тоже очень важно. Я деду в любой город, в любую страну, и меня везде встречают друзья. Еще ты лучше «Орлов» летаешь. Иногда, если они маленькие, и учатся. И спят. Спасибо всем, кто нас досмотрел и был с нами все это время. Вы настоящие герои. И спасибо нашим друзьям, компанию «Сплав». Компания «Сплав» с нами уже давно. И это действительно надежный, проверенный друг, с которым мы готовы идти в горы, в леса, в полеты. В этой одежде можно вписаться в приключения. Это реально так. Ну, то есть я на самом деле со «Сплавом» познакомился давно, еще как работал спасателем. Еще даже как учился в колледже. И тогда этот магазин меня не особо сильно заинтересовал, потому что он там продавал погоны. Меня он затресал, я приехал за погонами, потому что я был курсантом. И до этого долгое время я к нему так относился, там «Сплав», что-то какая-то военная история. А тут зашел, мы зашли в Уфе, а там носочки, цвета стильные. Да, я был приятно удивлен. Качество и… То есть качество на уровне лучших мировых брендов. Сердечко. И доступно по цене. Комфортно очень. Да, на самом деле, это даже не реклама. Ну, то есть это отчасти реклама, но это такая реклама, мы не будем советовать то, чем мы не пользуемся и то, чему мы не доверяем. Мы очень придирчивые люди, да. Альпинисты, парапланиристы, они очень… Да, мы любим хорошие парапланы, хорошие вещи. Вот. И хорошие комьюнити. А «Сплав» создает хорошие комьюнити. Да, отношения к нам прямо превосходные. Да, тут остались наши ссылочки, там вот на фотографии квадратные, на Телеграм подписывайтесь, там наша группка. Можно читать, задавать вопросы. Здесь на канал, у нас есть еще группа чатик, в которой можно просто общаться с другими пилотами. Здесь канал, в котором мы выкладываем все наши занятия, какие-то новые интересные новости. И наш сайт, мы его недавно обновили, там суперактуальная информация, он достаточно симпатично выглядит. Посмотрите, посмотрите программы, посмотрите на наши фотографии. Все фотографии на сайте наши. А, flyday.ru, там вот ссылочка есть, да, посмотрите. flyday.ru, классный сайт. Все фотографии на сайте наши. Как к нам один раз приехал человек и сказал, говорит, я думал, фотографии-то скачали. А у вас правда такие красивые фотографии? Да, мы берем еще одна из наших фишек. Мы на все программы берем с собой фотографа. И для вас остаются памятные моменты. Это действительно важно. Они западают в дух. Да, чтобы когда тебе в преклонном возрасте висела фотография, и внучка подбегает. Деда, деда, это ты летал? Да, это я летал. С гордостью сказал деда. Или в слякотной Москве. Или бабушка. Или в любом другом городе. Вы шли, пришли грустно домой, вспомнили лето. Зашли на сайт flyday и забронировали на следующее лето кэм. Ну что, 3-4. Деньги, бумажки. Деньги, бумажки, парапланы, тряпки. Главное комьюнити. Команда все. Команда все. Добро пожаловать в стаи, друзья. Все, друзья. До новых встреч. До встречи на полетах. Обнимашки. До встречи в горах.